Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня» и сегодня в студии ГТРК «Волга» Анна Тверскова, министр семейной и демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Здравствуйте, Анна Александровна! Доброе утро! Давайте, пожалуйста, прежде всего начнем с нового указа Владимира Путина о выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Какие вы пояснения можете дать по этому поводу? Кто попадает под эти выплаты? Как их оформлять? Кто является главным оператором? Служба социальной защиты или нет? Куда обращаться? Уже действует этот указ на территории Российской Федерации и в настоящее время такие выплаты предоставляются одиноким родителям. С 1 апреля данные выплаты будут предоставляться малоимущим семьям. Это через средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума. Обратиться можно будет через портал госуслуги. Оператором по данной выплате будет Пенсионный фонд Российской Федерации. Достаточно подать заявление. Специалисты Пенсионного фонда уже промониторят ситуацию в семье. Это и заработную плату, средний душевой доход, который приходится на каждого члена семьи. И также имущество. То есть данная выплата будет проводиться по аналогии с выплатой с 3 до 7 лет. Еще раз уточню. Гражданину, который претендует на эту выплату, нужно прийти в Пенсионный фонд и написать заявление. Да, либо прийти в Пенсионный фонд, либо подать заявление через портал государственных услуг. Обязательно заявление. А дальше уже никакие справки не нужно собирать. Пенсионный фонд это запросится. Да. Остальные все справки запрашиваются в рамках международного взаимодействия. В последнее время эта система очень отлажена. Поэтому мы запрашиваем все данные. И уже принимается решение о назначении, либо о неназначении данной выплаты. Понятно. Еще о бюджете социальной службы и о тех, кому помогает государство. Каждый день мы узнаем, что против России вводят все новые и новые экономические санкции. Ну и в связи с этим вопрос. Сохранятся ли все социальные гарантии, которые заявлены были до этого? Не идет ли речи о сокращении бюджета социальной службы? Конечно же нет. Первые очередные выплаты это социальные выплаты. Об этом говорит и президент Российской Федерации, и губернатор Ульяновской области. Однозначно они будут все сохранены. Действительно сейчас в региональном бюджете более 100 выплат. Они осуществляются семьям ежемесячно. То есть порядка 325 тысяч граждан получают данные меры поддержки. Это 30% нашего населения. Это, конечно же, выплаты от нуля до трех, с трех до семи. И все остальные меры поддержки, субсидии, компенсации, при необходимости адресной материальной помощи, также все предусмотрено в областном бюджете. Данные денежные средства у нас заложены, они есть, поэтому наши жители могут не волноваться. Все меры поддержки, которые они получали, они остаются на том же уровне. Даже более того, некоторые меры поддержки с этого года проиндексированы на 4%. А их количество не будет уменьшаться? Количество уменьшаться не будет. То есть все останется на прежнем уровне, плюс идет индексация? Индексация мер поддержки, совершенно верно. Ульяновская область приняла жителей Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои родные дома. И я так понимаю, что основная нагрузка по их приему, размещению, дальнейшей их судьбе, как раз легла на органы социальной защиты. Кто к нам приехал, где они сейчас размещаются? Действительно, 22 февраля мы встретили целый поезд. Это 15 вагонов, 648 жителей Донецкой Народной Республики, которые прибыли к нам. Конечно же, в организации, приеме помогали все органы власти, все предприниматели и все неравнодушные граждане. Конечно, у вас всего времени, сутки, наверное, были на то, чтобы подготовить. Буквально за сутки пришло нам сообщение, и быстро соорганизовавшись, мы смогли максимально быстро принять данных граждан. Понимая уже то, что они длительное время находятся в пути, порядка трех суток они добирались в город Ульяновск. Мы их встретили в городе Сызрань, то есть подсели специалисты здравоохранения, специалисты органов социальной защиты в поезд, для того, чтобы провести термометрию, взять ПЦР-тесты и уже составить социальные паспорта, для того, чтобы, когда мы прибыли в город Ульяновск, мы уже понимали, какая категория людей к нам едет. И смогли их разместить по пунктам временного размещения. В Ульяновске у нас открыты 8 пунктов временного размещения, это 7 гостиниц, которые приняли наших жителей Донбасса, и один санаторий Тиль. Также у нас возникла необходимость разместить детей, которые прибыли без попечения родителей, в наших социально-реабилитационных центрах. Несовершеннолетние одни даже есть. Да, к сожалению, были и такие случаи, когда девочка поехала в гости к подружке в Донецк, и вот случилась такая история, что оперативно нужно было оттуда выезжать, а мама находилась у девочки в Воронеже. Вот так. Да, были случаи, когда, значит, вот тоже мальчик один приехал, папа у него работает в Москве на заработках, и ему тоже оперативно нужно было выехать. Поэтому такие истории тоже есть. Но они буквально 2-3 дня находились в наших социально-реабилитационных центрах, и потом благополучно были переданы своим родителям. Ну, здорово. Сейчас тоже у нас есть некоторые детки, которые находятся в социально-реабилитационных центрах, потому что их родители, к сожалению, госпитализированы. Необходимо оказывать им медицинскую помощь. Поэтому детки находятся под контролем, они находятся с другими ребятишками. В настоящее время уже все дети практически прошли медицинский осмотр, и с сегодняшнего дня 85 ребятишек уже пойдут в школу. Понятно. Ну, делаю вывод, что большая часть – это дети и молодые женщины, их мамы. А еще какой возраст? Да. Большая часть, конечно, прибывших – это граждане пожилого возраста. Пожилого. Да, граждане пожилого возраста, дети и, конечно же, их мамочки, которые с ними прибыли. Ну, если мы детей отправляем в детские сады и школы, то чем занимаются взрослые, которые трудоспособного возраста? Находится ли для них работа? Ну, во-первых, конечно же, сразу же на следующий день после прибытия в город Ульяновск Агентство по развитию человеческого потенциала организовали ярмарки вакансий для граждан, которые прибыли из Донецкой и Луганской народных республик. Вот. Вакансии у нас есть свободные. То есть промониторили их образование, их профессию, по которым они раньше трудились. И вот сейчас 72 человека, они оформляются в различные организации для того, чтобы трудоустроиться. Три человека уже трудоустроились. И более того, вот молодой человек, который трудоустроился, он выбыл из пункта временного размещения, то есть нашел хорошую работу. Да, нашел жилье. Сейчас он его будет снимать и уже проживать самостоятельно. А такие истории вот случаются только в пунктах временного размещения? Нет, так сказать, самостоятельных? На территорию Ульяновской области вот с 22 февраля самостоятельно прибыли 44 человека. Они также обращаются в миграционную службу, встают на учет и обращаются в органы социальной защиты. Потому что в наших полномочиях это организация выплаты 10 тысяч рублей гражданам, которые покинули Донецк. Поэтому сейчас организован сбор документов, но практически все документы на данную выплату мы собрали, направили их в Ростовскую область, и уже 350 человек, то есть это практически 50% данную выплату получили. Когда они получили эти деньги и уже поняли, что на родине стало спокойнее, есть ли желающие вернуться? Есть. Вот по состоянию на вчерашний день уже 23 человека покинули пункт временного размещения. Но для кого-то город Ульяновск, он изначально был таким, ну скажем так, перекладным городом для того, чтобы добраться до своих родственников. Некоторые уехали в Москву, кто-то уехал в Челябинск, в Воронеж, в Самару, в другие города. Но вот две семьи буквально пару дней назад, они вернулись в Луганск. Вернулись в Луганск. Значит, там стало спокойнее. Да, очень надеемся, что там стало спокойнее. Потому что, ну, как они говорят, они получают информацию с первых уст, они созванивают со своими родственниками, со своими мужьями, братьями, которые у них там остались. Вот. Поэтому, созвонившись, вот выяснив ситуацию, они приняли такое решение. А почему они бежали из родного дома? Какие истории рассказывали люди? Когда им объявили о том, что они могут покинуть территорию Донецкой и Луганской народной республики в связи с тем, что осуществляется специальная операция, конечно, многие уже вот с верой в то, что закончится, наконец-то, вот это вот... Постоянные обстрелы. Постоянные обстрелы, да. Они, конечно же, приняли решение уйти, покинуть. Хотя, многие говорят, действительно, они покидали свое обустроенное жилище, в которых привыкли уже жить. Но вот это вот неспокойное время, оно наложило свой отпечаток, потому что видно и по ребятишкам, то, что они очень замкнутые. И буквально, когда в первый день они приехали к нам и вышли в вечернее время на улицы нашего города, они просто, ну, наверное, были в легком шоке от того, что у нас гуляют люди, у нас ездят машины, у нас открыты магазины, да, у нас нет комендантского часа, и они спокойно могут гулять. Никто их не дергает, не трогает, то есть жизнь, как говорится, течет в своем привычном русле. Нет, сиреной не нужно прятаться в подвал от обстрела. Да, и когда мы их поместили вот в пунктах временного размещения, в гостинице, в комфортабельных достаточно номерах, они, конечно, тоже были удивлены, что у нас каждый день горячая вода. То есть люди уже отвыкли жить привычной жизнью, и, конечно, они хотят к ней вернуться. Успокоились, выспались, осмотрелись, кому требуется медицинская помощь, ее получили, приняли решение уезжать. А граждане пожилого возраста наверняка есть одинокие люди. Есть одинокие люди, да, конечно же, но мы постарались их собрать вот в одном бухте временного размещения. Это гостиница «Волга», там у нас больше всего одиноко проживающих пенсионеров. Для них мы там организовали, по сути, центр активного долголетия, куда приходят сотрудники, занимаются с ними. Вот буквально у них был мастер-класс к 8 марта, где они готовили своими руками открытки, поделки. Некоторые граждане, вот у нас есть женщина, прибыла 28-го года рождения. Конечно же, она хочет остаться здесь. Сейчас мы проводим обследование медицинское и готовим документы для помещения ее к нам в пансионат для граждан пожилого возраста. К 8 марта вы упомянули, создало, удалось создать праздничное настроение. Не все ли выжгло военные действия у них? Способны они улыбаться? Да, хочу сказать, что несмотря на все происходящее, они способны улыбаться, радоваться жизни и принимать, наверное, ситуацию такой, какая она есть. В пунктах временного размещения у нас работали также психологи, конечно, со всеми, кому требовалась психологическая помощь. Но однозначно они с восторгом воспринимают те мероприятия, которые им предлагаются. Это посещение музеев, театров, пешей экскурсии для того, чтобы рассказать об истории нашего родного края. И вот на 8 марта аппаратом президента был организован вот такой большой праздничный концерт с участием хора турецкого, женская сопрано. Вот, конечно же, они с большим удовольствием сходили на этот концерт, получили массу положительных эмоций, вот, остались довольны. И всегда говорят, что вот Ульяновск их встретил очень тепло, с большим теплом, с большой любовью, с большой заботой. Люди научились ценить этот момент, вот именно то, что происходит сейчас. Научились ценить жизнь. Да, совершенно верно. Из вашего рассказа я понимаю, что работники соцзащиты с утра и до вечера, и даже ночью находятся рядом с беженцами. На сегодняшний день какая еще нужна им помощь? Нужно ли ульяновцам спешить в пункты сбора гуманитарной помощи? Ну, действительно, в каждом пункте время размещения у нас закреплены специалисты социальной защиты, которые с утра до вечера работают с беженцами, выявляют их потребности. И в дальнейшем, конечно же, мы их распределяем по нашим пунктам гуманитарной помощи, которые созданы. В каждом муниципальном образовании, на базе администрации муниципальных образований, на базе отделений соцзащиты собрана гуманитарная помощь. В городе Ульяновске это счастливый регион, фонд Дарьи Добро, Красный Крест. И хочу сказать, что никто из наших жителей, из наших политических партий, из депутатов, из предприятий, то есть максимально откликнулись все. Никто не остался в стороне. Никто не остался в стороне, никто не остался равнодушным. Поэтому максимально быстро мы их смогли обеспечить товарами и предметами первой необходимости, обувью, одеждой. Потому что, честно говоря, многие из них думали, что они пересекут границу и останутся в Ростове. И буквально, когда мы их встречали с поезда, ребятишки были завернуты в теплое одеяло, потому что температурный режим у них там гораздо выше, чем у нас. Ну и тут зима к нам неожиданно вернулась. Да, поэтому в первые дни, конечно, максимально силы были брошены на то, чтобы их обеспечить всем необходимым. В том числе у нас приехали и маленькие дети. Это 28 практически грудных ребятишек, которым требовались и коляски, и кроватки, и памперсы. Но еще раз хочу выразить всем огромную благодарность, потому что вот практически за два дня все наши граждане, которые к нам прибыли, они были обеспечены всем необходимым. В дальнейшем, также когда мы поняли, что детей нужно собрать в школу, обеспечить их школьной формой, спортивной обувью, канцелярскими товарами, также откликнулись и спонсоры, и благотворители, и предприниматели. Сейчас практически школьные формы есть у каждого ребенка. Это и Бастон, и Элегант, и Шпатров, и Марс. То есть все, кто работает в этом направлении в регионе, все также оказали свою помощь, поддержку. С ребятишек были сняты мерки, размеры, и прям под каждого индивидуально была организована школьная форма. Сейчас есть небольшая потребность в спортивной форме, но я думаю, что в ближайшее время мы ее тоже закроем. А канцелярскими товарами, учебниками дети обеспечены в полном объеме. Одели, обули, накормили, отправили в школу. Граждан пожилого возраста тоже, наверное, и лекарства, и средства ухода какие-то нужны? Ну, конечно же, я говорю, что в пунктах гуманитарной помощи есть все. Поэтому медицина тоже очень оперативно реагирует на все запросы граждан, которые к нам прибыли. Медицинский осмотр первоначально был проведен у всех. Также у нас работал передвижной флюорограф, то есть флюорографию тоже быстро прошли все граждане. И сейчас уже отрабатывается индивидуально, точечно, в зависимости от тех заболеваний, которые у них есть. Лекарствами обеспечивают как Министерство здравоохранения, так и благотворительные фонды уже, ну, в зависимости от того, кому какое лекарство нужно. Но вы продолжаете все равно принимать то, что несут люди. Если получится, что останется невостребованным, куда все это денется? Действительно, сейчас в пунктах приема гуманитарной помощи есть очень много одежды, обуви, предметов первой необходимости. Они не пропадут, пусть наши граждане не переживают. Мы их раздадим все нашим малообеспеченным семьям. Которые еще у нас остались. И для того, чтобы выправить ситуацию, их становилось все меньше и меньше, у нас действует социальный контракт. Это как раз та удочка, которая помогает семье из разряда малообеспеченной перебраться в зажиточную. Давайте об этом немножко поговорим. Действительно, второй год на территории Ульяновской области с поддержкой федерального центра у нас реализуется такой проект, как социальный контракт. До этого, ну и сейчас он, в принципе, и наш региональный проект «Зажиточная семья». То есть это помощь гражданам, у кого средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума. На сегодня это остается также четыре направления реализации социального контракта. Это помощь в трудоустройстве, это денежные средства до 250 тысяч рублей на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, это сумма до 100 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства и также помощь в трудной жизненной ситуации. То есть на этот год у нас запланировано заключение порядка 5 тысяч контрактов. Также вся разнарядка есть по муниципальным образованиям. Однозначно, что во всех муниципальных образованиях будет работать социальный контракт. Поэтому жители, кто хочет либо открыть свое дело, либо развить свое подсобное хозяйство, либо найти работу, также могут обращаться к нам, специалисты проконсультируют. И уже в зависимости от того, какое направление будет выбрано, мы работаем с нашими партнерами. Это и Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, и Агентство по развитию человеческого потенциала, ну и, конечно же, это Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области. Но у вас требованный социальный контракт 5 тысяч, если сравнивать с прошлым годом, наверное, меньше было? В прошлом году было меньше, да. В прошлом году мы заключили порядка 3 тысяч социальных контрактов. Вот сейчас мы уже мониторим эффективность реализации данного социального контракта, но действительно большая часть граждан, которые в том году воспользовались социальным контрактом, они улучшили свое материальное положение и уже, скажем так, вышли из-за черты бедности. Ну да, и 5 тысяч, это же ведь нужно помножить еще как минимум на 3 или даже 4, потому что в семье получается 20 тысяч человек, но это сопоставимо, наверное, с городом Инза, с населением. Ну да. Вот такое количество людей получают работу и могут сами себе зарабатывать на жизнь. Спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» участвовала министр семейной и демографической политики Ульяновской области и социального благополучия Анна Тверской. До свидания. Это «Оставь себе». Благодарство. А теперь он метайся отсюда. Поздравляю. С чем? С начала новой жизни. Есть донесения, что для своих преступных действий бандиты используют коньки. Я не верю, что из миллиарда живущих на планете людей тебе предназначен только один. А миллиард – это что такое? Я даже не знаю, как вас зовут. Алиса, Мария, Августов, фон Шлезенберг, Пяземская. А вас? Матвей. Не живи по чужим правилам. Живи по своим. Что ты думаешь насчет того, чтобы поехать со мной в Париж? У вас 30 секунд! Серебряные коньки. Большая кинопремьера. Сегодня, 8 марта в 21.20 на канале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова